всем привет я смотрю вам серии про волгу начали заходить поэтому продолжаем снимать продолжаю волга у нас один день поездила и говорит встала причины тому сцепление наша любимая потому что манжета короче манжета сцепление цилиндра порвалась и вот из-за этой фиговинки машина уже неделю стоит там что она москве и заказывал вот заказал тут еще в основном резинки сейчас поеду в сервис надеюсь волга сегодня как раз поедет также еще заказал пока открывать не буду потом скажу вот этот датчик бензина ну сам прибор и задние канты держателя ручки вот эти вот на задние сиденья которые ставят вот ну все сейчас сервис отвезу запчасти сам уеду в город пока поменяют этот манжету и сцепление нас опять появится на волге потом еще покажу почему ну что еще сделали выровняли подвеску заднюю рессоры короче была серьга чуть выгнутый поэтому машина чуть криво стояла сейчас выпрямили все но немножко она все равно на эту сторону присел потому что была замята серьга сам уже в кузов она чуть выпрямлять кузов уже там немного один сантиметр поэтому пока не буду делать заказал ковры салон вот я думаю концу серии как раз придут но может быть и салон пошли в этой серии но не знаю пока не знаю серии только началась так что приятного просмотра смотрим так я не снимал как я в гараж пошел в свой деда старого точнее я не стал снимать как я пошел гараж мясо гараж моего дедушки был и я там был найдут всякие запчасти для волги об части для волги не нашел нашел по мелочи но нашел такую штуку кто знает для чего это использовалось состояние вообще в идеальном давайте пишите в комментариях пока я не включил сейчас свет выключил свет выключил включил давайте дети этих светящихся экранов пишите что это такое кто знает дети смартфонов вас осталось пленку найти и вы меня сможете увидеть маленьким в трусиках так мне очередное включение бог зато покажу чего в гараже нашел еще интересного знаете чем мы занимаемся опять кто угадает пишите сейчас комментариях мы занимаемся сцеплением делаем 15 15 раз сцепления сейчас покажу основной момент вот это вот резиночка ставится вот так я я есть похожая резиночка том числе от газели она чуть больше и сцепление у вас не работать не будет то есть вот так поршень выглядит правильно то есть юбкой сторону отверстий уже вставили она стреляет как пистолет что свидетельство уже работе каждое то мы запихнули там как говорится осталось сцепление у вас не появился не работа с тормозами вопросов нет а сцеплением уже какой раз мы разбираем снимаем ну так она вставляется и как говорится надеюсь что все у нас сейчас заработает пиша теперь выскакивает сама все ладно сейчас я понадобится дополнительные руки помогать так машину и сервиса забрал сцепление с говорим пополам сделали с этим сцеплением эти все знаю как делать сейчас буду в десятый раз снимать панель потому что датчик бензина у меня работать не хочет горячие сиденья я покажу вот он как работает включая зажигание стрелка должна подняться и она поднимается бывает она не поднимается как сейчас например и она всегда показывает вот так полный бак будет не поднимается вот я заказал новую вот эту вот штуку но не нового типа рабочие тоже сам датчики я поменял сам датчик рабочий должен быть наш новый что касается сцепление сцепление прокачивается как во первых манжеты эти определенные газели не подходят от ремкомплект сразу говорю дается давление на главный цилиндр тормозной но давление небольшое мы сначала много качали поэтому у нас рвались эти манжеты резиновые издаете небольшое давление и со штуцера как книжки пишется должно потечь тормозная жидкость без пузырьков все то есть как потекла сразу закручивать этот вентиль соответствует сцепление у нас прокачано сейчас сцепление работает работает но у меня теперь вопрос по по тормозам что-то чуть-чуть западает цилиндр сам и тогда машина тормоз отпущен горят сапаки давление повышается в контуре не скидывается меня так на москви все похожие фигня было но я грешу на то что тормозная жидкость резинки те разъедает хотя у меня тут тоже новодельные все вот но не знаю буду разбираться с тормозами а сейчас сниму панель поменяют датчик и может поменять фары задние на новые стекла и давным-давно собираюсь никак не поменяю ну и все пока а кстати панель покрыл этой кондиционером для кожи панель вообще нормально получилось кайфовенькая а часы что-то у меня то идут то не идут тоже надо разбирать смотреть так заменил прибор бензиновый поставил новый собрал сейчас поставлю проверю работоспособность потом буду уже окончательно крепить ну когда снимаешь 10 раз панель все быстро на автомате уже пять минут и все сделал подуставить так датчик поменял точнее прибор но что-то стрелка также показывает включаешь максимальным полном положении показываете полный бак хотя 40 литров в баке сейчас сниму этот датчик новый который его потолку будет ли меня показаний или нет посмотрим за что я люблю советские автомобили это целый ребус но благодаря книжке смекалки я разобрался схеме работы бензо указатели уровня бензина я покажу что все понимали поплавок который стоит датчики баки были это сам датчик но это аккумулятор схема почему у меня не работал в машине я так понял что не хватало одного провода на короче вот здесь я покажу сейчас он так показывает на машине то есть неправильно полный бак и вода сейчас подключая криостату его массу черт чуть не замкнул сейчас и вот он начинает показывать стрелка масса хреновая вот я изменяю поплавок и стрелка меняет положение так что я победил схему эту сам ну и книжка ну книжка мало помогла помогли сейчас покажу что у меня как говорится помогло когда до меня дошло в чем проблема вот эти буковки б и р они открыли для меня тайну б это бак а это реостат то есть должны эти два провода на указатель уровня так что я победил почти но сейчас на машине все сделала и уже покажу что получилось это пипец короче мне понадобилось чтобы решить проблему с этим датчиком логика дедуктивный метод метод тыка я его вроде как победил дедушка чуть-чуть напутал провода за этого заглотка перепутал провода не туда кое-что подстоит подсоединила покажу сейчас скажу сейчас покажу ванпровода не перепутать были на 5 работает а стопка никуда не работает чё за хрень это все потому что на камеру это писец ручья близок к решению проблемы но пока сейчас все работал посмотрю еще включусь покой продолжаем тот день я не сделал этот датчик бензина прошло несколько дней вот сегодня опять с новыми силами подошел потому что в тот раз мне вроде все там заработала но поставил панель она конфликтовала с этими приборами работал бензин не работали эти либо наоборот если работаете не работал бензин вот но все оказалось проще как всегда там дедушка свое время видимо просто перекутал провода верхние с нижними ай да и гравировку вот эти b и r означает батарея и реостат они бак риостат как я сказал ранее поэтому на батарею вешается плюс на буквы риостат ну и должна быть масса что на датчике что на прибор все элементарно сейчас покажу как работает но датчик конечно показывает по бак это значит пустой бак сейчас вот я подогнул чуть-чуть сам датчик байки который сейчас на самом деле там порядка 25 литров при баке в 60 то есть он показывает меньше половины я датчик крутил вертел говорится и когда он пустой ну тип на нуля он показывает по улице ну пол бака ну главное знать это все теперь и датчик масло и воды все все работают амперметр работает так что бензо я вот таким вот образом там как говорится лежу вверх ногами и прикручиваю эту панель и так так это и легко все до следующих включений но еще не знаю когда он мне пить Сейчас еду, машина что-то дергается, ну или кажется, что дергается, нажимаю, вроде ускоряется, не знаю, доеду я, нет, или приключения меня сейчас дергают. Ой, как мне неохота, сейчас приключения, сейчас надоеду, хоть бы хватило, бедно. Ну слава богу, ну как минимум до заправки я доеду, но заправляться я не буду, надо дотянуть до дома. Бензин у нас куча, мне кажется хватит, это я что-то гоню. А у всех так интересно, когда машине что-нибудь поделаешь, потом хочется на ней проехаться, прокатиться. Все работает, опять в поле в какие-то заехал. Я что думаю, может кто-то видосики коротенькие сделать, и на этом закончится это видео. Ну, мне почему эта идея пришла? Я решил спросить у вас, какого цвета сделать сиденье, ткань. У меня на Волге и у деда были сиденья в клетку сине-серую, а сиденья вот в синюю какую-то клетку. Вот такую. А сейчас я попозже, точнее попозже, сейчас я прикреплю, а это второй вариант. И напишите в комментариях, какой лучше. Вот эта синяя клетка, вот так лучше. Вот такая сетка, ой, клетка. Или вот эта вот, которая на фото. В комментариях напишите, какого цвета салон делать. Вот. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пока.